Всем привет! Сегодня снова истории про Полину. Да, та самая, которая одним из видео на меня кидалась. Вы её точно встречали! Мне понравился момент из видео, в том, где она бежит, собака за ней бежит, и я выключаю свет. Вот так. Ладно, не будем тянуть кота за яйца и начинаем. Сегодняшняя история называется... Называется, как ни странно, попытка убийства. Смотрите. Я знаю... Ну, или попытка помешать моему отдыху. Значит, я... Я вот... Приезжают, значит, к нам вот гости. Как раз таки с этой Полиной. Мне... Вот, смотрите. Мои родители сказали гостям, что... Что ко мне не заходить. Я устал. После того, как делал анимации. И... И я наконец-то смогу спокойно прилечь. Хоть отдохнуть. Лежу я, значит, и вдруг эта шкура врывается ко мне. И я по её взгляду сразу понял. Глаза у неё бешеные. Сейчас я вам фотку покажу. Я... Я... Ну, по-любому обостривайтесь от этого. Вот. Вот. Те, кто... Те, кто реально пересрался, пишите в комментариях. И она начинает на меня бежать. Она бежит на меня. И я понимаю. И вот говорю, да господи, вы дадите мне сегодня отдохнуть. Она... Она прям кидается, пытается меня... Я не знаю, она просто берёт подушку, пытается меня этой подушкой задушить. Но... Но я... Но я не из... Не... Ну, не из таких. Ну... Так... Ну... Я не из робкого десятка. Значит... Она бежит с этой подушкой. Я у неё, естественно, эту подушку отбиваю. А затем... Даю ей такого, знаете, отцовского леща. И она сразу же... Она сразу же начинает притворяться, что... Что... Что она... Что она... Она плачет. Она, типа, говорит, ты зачем меня ударил? Говорю, не надо было ко мне вообще лезть. И вот снова лезу я к себе. Снова отдыхаю. Делаю как раз-таки монтаж к видео. Ну, вот этой прошлой серии. Про пластилиновую битву. И... И вот... И вот она снова врывается. Она хотела меня ударить. Но я увернулся. Затем снова прописал ей такого леща. И она... И мы так с ней дрались где-то минут... Минут 10. Да. Ну, я точно думаю, что минут 10. А затем... Полине говорят. Иди... Давай собирайся, мы идем. И она с грустным видом идет. Поджав хвост, она наконец-то уходит. Я начинаю снова отдыхать. И вот... И вот начинается вторая история. Ну, вот, короче... Блядь, язык прикусил. Вот. И я... Я сразу же понимал, что... Как только они приехали... Я сразу же понимал, что надо прятаться. Спрятаться! Спрятаться! У меня именно такие слова говорили. И у меня... У меня перед глазами надписи. Давай прячься, прячься. Спрятался. Спрятался. Сидел тихо. Знаете, прям с такой тишиной, как будто... С такой мертвой тишиной. Ну, гробовой. Лежу я. Ну, сижу, конечно же. Как в шкафу можно улечься? И... Она заходит. Она сразу же... Она сразу же начинает... Она... Я слышал, как она... Знаете, она как собака... Начинает меня искать по запаху. И... Я реально слышал, как она... Как она начала... По запаху меня искать. И... Я случайно... И я вот... Ааа... И вот... И вот именно в этот момент... Кто-то... Я вот помню комментарий я оставил под каким-то видео. И кто-то нажал лайк. Прямо вовремя. И уведомление пришло, что... Ваш комментарий кому-то понравился. И она сразу же услышала звуки. Открыла шкаф и... Я ее оттолкнул. И... И... Эээ... И начал бежать. Затем... Я начал бежать по... По двору. Айдет... Закрыл дверь перед ее носом. И... Начал бежать. С такой... С такой невообразимой скоростью, которая мне... Которая никому даже не снилась. Даже Михе не снилась такая скорость. И... Да, Мих? Тебе не снилась такая скорость? Не снилась. Вот. Вот я и о том же. Бегу. И... Забегаю на задний двор. Именно этот. Который у нас... Тем... Задний двор. Это самое темное место. В нашем доме. Оно... Ну, ночью... Ни хера ничего не видно. Спрячусь я туда. У меня было жуткое ощущение, когда я спрятался на заднем дворе. У меня было чувство, как будто меня сейчас кто-то убьет. И... Ну, походу, так и есть. И... Она заходит. Она додумалась. Она каким-то образом додумалась. Зайти... Зайти вот... Вот именно... Именно на задний двор. Идет, ходит вся. И я сразу же понимаю, что мне надо действовать. Я аккуратно выхожу. Ну, начинаю... Ну, я... Сейчас формулирую речь. Кидаю я, значит, палку. Она сразу же услышала и идет на этот звук. А я отбегаю возле... Возле туалета и... И начинаю... И начинаю бежать. А сразу же... Она сразу же услышала мой бег. Я... Я закрыл снова дверь перед ее носом. А затем... Я побежал снова прятаться в шкаф. Да, именно в шкаф. Она меня снова находит. И тогда я применяю оружие, которое... Которое уничтожает просто всех еждевочек. Это моя собака Моня. Мой лабрадор. Ну, вы уже встречали эту собаку в видео с этой Полиной. И я ее отпускаю. Полина тут же начинает орать. Она истерит. Она сразу же понимает, что ей звезда. Она бежит с таким ором. А Моня устремляется за ней. И как только Моня загнала ее возле дверь, Полина сразу зашла в дом. Я говорю, молодец, Моня, молодец. Хорошая собака. Да, я люблю нашего лабрадора. Ну, а что, она веселая. И я сразу же понимаю, что она находится в доме. Что я уже не смогу зайти вместе с Моней в дом. Если я запущу Моню в дом, меня убьют. Мне пришлось действовать в одиночку. Она, значит, снова идет. Она ходит. Она ходит. И... Блин. Я начинаю прятаться. У меня... Я снова начинаю прятаться. Спрятался в шкаф. Думал... Думал, она меня там не найдет. Но... Она снова услышала мои вздохи. Ну, потому что вы не поверите, какая у меня паника нарастала. То, что она меня уже достала окончательно. Мне играла одновременно тревожность и одновременно злость. То, что она мне никогда не дает покоя. И... Она... Она открывает шкаф. И... И сразу же меня видит. Она хотела меня ударить. Но... Произошел момент, который... Это самый везучий момент в моей жизни. Она... И ее мама зовет ее. Полина, идем собираться. Идем домой. Я... Я... Я говорю ей. Ну что, лохушка? Давай, иди собирайся. Давай быстрее, я с моего дома пошла. Собирается она и уходит. И, наконец-то. Кстати, все... Все вот эти вот... Я редактирую все в беседке. Сижу и редактирую именно в беседке. Что в Добе родители, как всегда, всякий балаган устраивают. Ну, они не ругаются. Если что, мой младший брат, как всегда, включает свои мульты на полную громкость. И... И вот. Она собирается и смотрит на меня злым взглядом. И она понимает, что... Смотрите. Ярик и Полина. Один-два. И... Ну, или ноль... Ноль-два. Да. И затем... И затем... Она уходит. И да. Я сажусь в беседку и отдыхаю. После мучительного дня. Ладно, ребят. Я смотрю. Видео очень сильно затянулось. Ну, потому что, конечно же, оно затянулось. Столько же историй. И, кстати. Как вам геймплей на фоне? Оцените, если что. Ну, я просто там пытался пасхалку найти. И... И вот, смотрите. Фух. Ладно. Если что, это еще не конец. Я вам расскажу, почему я решил снимать именно этот сериал. Это потому, что мне нечем было заняться. И я понял. А почему бы мне не делать анимации? Кстати, тот робжик. Это робот, который участвовал в моих... В моих анимациях. Он... Он был так... Он подходил просто. Ну, я так думаю. Он подходил. И я сказал Лехе. Леха, если он тебе не нужен, отдавай этого робота мне. Я что-нибудь с ним придумаю. Он говорит. Да забирай его, ради бога. А то... А то не нужен он нам. Собираемся уже выкидывать. Ну, он сказал то, что через день его собираются выкидывать. И я спас этого робота. Да. Я спас его от гибели. Чтобы он не сгнил в мусорке. Кстати... Новая серия скоро будет. Там, где робжик и Генри врываются в офис. И находят еще одного актера. Ну, конечно же, он появляется всего лишь на одну серию. Но зато он прикольный. Если что... Кстати, я заметил то, что актива под этим фильмом очень мало. Да. Ладно. Что-то я затянулся. Всем пока-пока. Всем пока. Ладно, шучу. Я вам дорасскажу. Они ворвались в офис. Но продолжение вы узнаете скоро. И... Да. Я очень старался, кстати, над этим проектом. Очень долгие... Долгие месяца я все это делал. О, теперь уже серьезный конец. Всем пока-пока. Продолжение следует...